Приветствую вас! Вы спрашиваете у нас, у психологов, ценного совета относительно того, как вам поступать в данной ситуации, как вам выйти из нее, что вам делать и так далее. Значит, первое, чего бы я хотел начать, это того, что психологи советов не дают. Психолог может дать вам рекомендацию помочь лучше понять себя, лучше понять окружающих, но ни в коем случае не дает психолог советов, потому что за советом вы, в принципе, можете обратиться, ну, скажем, к своим друзьям, значит, к своим знакомым, к своим родным и так далее. Согласитесь, что если бы психолог давал советы, это было бы, по сути дела, то же самое, что и друг, и какая тогда разница между психологом, да, и другим человеком. Прежде чем ответить вам на вопрос, как выйти из данного состояния, из этой ситуации, давайте мы с вами попробуем разобраться сперва в том, что вы написали для лучшего понимания проблем. Во-первых, вы пишите, что вам 35 лет и что у вас есть маленький ребенок. Маленький ребенок это сколько? Сколько ему лет? Вот вы говорите, что в два с половиной года встречались старые, которые моложе вас два с половиной года. Если он не отец ребенка, а отец ребенка кто-то другой, то как у вас сложились отношения именно с отцом ребенка? Были ли вы замужем, например? Как вы пересили расставание с ним с отцом ребенка? Какие у вас появились потребности в результате расставания? Как вы изменили свой взгляд на себя, на мир, на мужчин и так далее? Это вот первый важный момент. Далее, вы говорите, что мужчина младше вас. Насколько младше, вы не говорите. Это стыд перед тем, что вы выбрали себе партнера более младшего, чем вы или что? Ну, если вы написали, сколько лет вас. Написали, сколько вы встречаетесь с парнем. Написали, что у вас маленький ребенок. То логично было бы предположить, что вы написали бы и сколько лет вашему мужчине. Но вы этого не написали. Почему? Далее, я понимаю, что мы, может быть, могли просто забыть. Может быть, просто не придали этому значения. Но, тем не менее, если у мужчины, например, вот вам 35, а у мужчины, например, там, скажем, 32 или 33 или 30. Это одно дело. Если, скажем, 35, а у мужчины 25 или 26, ну, это совсем другое. И вот в этом случае, в случае, если мужчина старше вас более чем на 5 лет, более чем на 6 лет, здесь справедливо то, что вам сказал один из моих коллег. Прородительское поведение. Вот. Это второй момент. Следующий момент. Чем обусловлен ваш выбор? Вот смотрите. Вы выбрали мужчину младше вас. Вы говорите, но с которым поначалу чувствовала себя самые счастливые женщины на свете, насколько настолько было комфортно и выживали чувства. То есть, вы как бы противорелище здесь образовываете. Вы говорите, что вот вроде бы я встретил мужчину младше тебя, но мне с ним было хорошо комфортно. То есть, до него, до встречи с вами, встречи с ним, вам не было комфортно. И вот не высевали чувства. По сути дела. Вот и появился, появился первый близок, первая ниточка к тому, чтобы определить корень этой ситуации. Это ваше стремление комфортно. Вот вы через этого молодого человека стремитесь к комфорту своему. Без него, до него, вам, я как понял, было некомфортно. С ним, мы обрели комфорт, бушухащие чувства. То есть, почувствовали себя живой. По сути дела. А без него, живой вы себя не чувствовали. Вот и давайте себе ответим теперь на такой вопрос. А почему вы не чувствовали себя живой до встречи с ним? Почему вы не чувствовали комфорт до встречи с ним? Почему вы не были счастливы до встречи с ним? В чем заключается для вас комфорт? В чем заключается для вас счастье? И почему вы не чувствовали себя женщиной? Я полагаю, что именно это то основное, что изменилось в вашем восприятии себя. Вы почувствовали себя женщиной рядом с ним. И именно ощущение, что вы женщина, в русском смысле слова, не позволяет вам его отпустить. Не позволяет вам обрести от него независимость. Вы нуждаетесь во всем том, что я сказал. И теперь нужно, чтобы вы для себя осознали ваши личностные, индивидуальные представления о том, что такое женщина, что такое комфорт, что такое счастье. И старались бы самостоятельно, своими силами двигаться к этому. А не через другого человека пытаться это реализовать. Следующий момент, о котором вы пишете. Это о том, что, значит, ситуация начала меняться к худшему. Ну вот, опять же, понимаете, вы пишете здесь, что ситуация начала меняться к худшему. То есть вот, чтобы все было хорошо, а потом начало все ухудшаться. Но вы поймите правильно, что так ведь не бывает. Не бывает так, что сначала все хорошо, а потом вот само по себе начало все ухудшаться. Мужчина почему-то стал себя вести так. Мужчина почему-то перестал следить за речи там и так далее. Значит, он увидел что? Что вы в нем растворяетесь. Он увидел что? Что вы в нем нуждаетесь сильно. Он увидел что? Что на его проявления, на его какие-то слова, какие-то высказывания, вы реагируете не так. Кстати, например, мог бы реагировать человек независимый. И когда мужчина понял, что, в общем-то, ему ничего не грозит, если он будет так себя вести, он и продумал свою линию поведения. Ну, а что такого? Ему удобно так себя вести. Давайте подумаем, помимо всего прочего, почему мужчина начал пытаться вас себе починить. Ну, вот просто отвлеченно, давайте попробуем подумать, чем продиктовано желание мужчины вас починить себе. Ну, вот просто отвлеченно попробуем подумать на эту тему. Я не говорю о том, чтобы вы сейчас как-то вот для себя, значит, ну, старались выявить эти детали. Я не прошу вас отвечать на вопрос об этом. Ибо я понимаю, что, может быть, вы сами не знаете, но подумайте, почему мужчина начал пытаться вас себе починить. С чем это связано? С чем это связано? А связано это в первую очередь с тем, что он трус. Тот, кто пытается подчинить, значит, ну, партнера себе, тот всегда чего-то боится. А боится кто? Какой человек? Который не уверен в себе. Значит, ваш мужчина не уверен в себе. Ваш мужчина не уверен в своих качествах. И он пытается вас полностью подавить. Потому что боится, что если вас не подавлять, то вы что-то там ему негативное, ну, или предъявите, или сделаете, или что-то вот вроде того будет. Ну, а вы сами, вы позволили ему так с собой себя вести? Отсюда, собственно говоря, и все проблемы. Ну, вот вы говорите, что вы с ним расстаетесь, и когда вы с ним расстаетесь, значит, вас это очень сильно изматывает. Вам без него плохо. А он возвращается к вам, и, в общем-то, какое-то время у вас все в порядке. Уважаемый анонимы, вы подумайте, почему вам плохо. Вы подумайте вот о том, из чего состоит ваше вот это вот плохое самочувствие, плохое ощущение, плохие, может быть, переживания. Вы подумайте, пожалуйста, на эту тему. Потому что, видите ли, у вас действительно зависимость, у вас действительно ночь даймонс. Но происходит это почему? От чего? От того, что у вас не закончены, скорее всего, отношения с предыдущим, молодым человеком, если он был отец ребенка. И, скорее всего, вы чего-то боитесь, что-то опасаетесь. Вот с этим вам и нужно работать. Объективно. Объективно с этим вам и нужно работать с тем, что вы, значит, не можете без него. Вы теряете интерес к чему-либо без него. Так в чем же он вам нужен? Зачем он вам нужен? Вот и подумайте, пожалуйста, об этом. У вас есть идеализация. То есть вы говорите, что вы зависимы от него и что не видите никого рядом с собой другого. То есть вы считаете, что только этот человек делает вас счастливой. Ну вот, значит, это идеализация и является вашей основной проблемой. А идеализация – это такое свойство психики, когда она защищает себя и вас вместе с собой от состояния неопределенности, от ситуации неопределенности. То есть с ним у вас все достаточно определенно. С ним вы, условно говоря, знаете, что вот он там с вами будет, он там вам может что-то дать, он там вам что-то предлагает и так далее. С ним вы чувствуете себя женщиной опять же, и так далее, и так далее, и так далее. Но поймите, что состояние неопределенности нужно, чтобы человек делал свой личностный выбор. И делая свой личностный выбор, человек становится личностью и может вступать в межличностные отношения. А в вашем случае вы боитесь быть личностью, и поэтому вы растворяетесь в другом человеке, в другом мужчине. И вам нужно, в первую очередь, проработать свои потребности, правильно их удовлетворять. Во втором случае проработать свою самооценку самолюбия, любовь к себе. Третьих, проработать свои страхи, с кого вы боитесь. Негативную установку, почему не видеть? Негативную установку, связанную с противоречием. Вот у вас это противоречие есть. Какое? Вы говорите, что я никого не вижу рядом с собой больше. Но при этом я не хочу быть девочкой для битья, хочу ладкой и так далее. И не могу терпеть его поведение. Так вы поймите, что именно этот человек, которого вы идеализируете, кроме которого вы больше никого рядом с собой не видите, именно этот человек и является вот этим самым другом, который делает вас девочкой для битья. Так что реально? Его поведение или то, что вы о нем думаете? Почему вы отдаете предпочтение тому, что вы сами о нем вам родили? Вы отдаете предпочтение образу человека, но не ему реального. А почему вы отдаете предпочтение образу? А потому что для вас это одна часть, опять же, состояния неопределенности. И, возможно, вы выбрали себе молодого человека помоложе именно потому, что с ним вам казалось проще. С ним вам казалось проще построить отношения. Именно проще. Но проще, как вы могли убедиться сами, не значит лучше. Так что вот данное противоречие, что вы его с одной стороны идеализируете, а с другой стороны понимаете, что это не самый лучший мужчина, нужно также разрешить. Либо вы принимаете его поведение полностью и терпите его грубость, потому что это человек, который вам нравится. Либо вы не принимаете, обозначаете свою позицию и самостоятельно идете к своим собственным целям. Естественно, скорректировав и проработав все препятствия, которые мешают вам это сделать. Выбор. Выбор за вам. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку. Я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!